Всем привет, друзья! Пятница! Пятница, 11.59 в эфире, 16 октября, за окном, почти ночь, темно, а нет, не очень, ну почти ночь, короче, короче, почти ночь, очень темно, очень смурно, хмуро, схмурно на улице, какая-то неприятная, самая настоящая, вот такая неприятная осенняя погода, такая, вот примерно так я ее описываю, но ничего, я включил максимальное количество желтых ламп, чтобы максимально теплое, можно еще теплее, можно еще теплее, вот так вот, настолько, настолько тепло можно сделать, надел самую теплую майку, самого теплого цвета, вот, ну ладно, не будем перебарщивать, не будем перебарщивать с теплотой, чтобы все было лампово, да, в эту пятницу, в эту пятницу все будет лампово, мне передали, что тут будут шутить, ну иногда бывает такое, иногда такое происходит, картинка в 4К, нет, нет, зачем, мы же на твиче, какая картинка в 4К, о чем, не смешите, не смешите, 4К, тут 2К, кстати, можно сделать, но тогда будет, тогда будет выбор между 10.80 и 2К, я, кстати, не знаю, может быть, может быть, все равно, может быть, твич уже научился так, чтобы было дополнительное разрешение, но на тот момент, когда я это все запускал, когда, на тот момент, когда я запускал твич, ситуация была такова, что вы могли выбрать между 10.80 и 2К, вот, то есть оба, оба разрешения одновременно не работали, да, 480, да, на улице атмосфера из рыбокопа, ну не знаю, там вроде было получше, там вроде было получше, у меня солнышко и не облачко, ты ж в Питере живешь, или ты куда-то уже уехал оттуда, что это у тебя не облачко, ты врешь, ты нам все врешь, в Питере не может быть такой погоды, ты нас обманываешь, хотел поставить телефон на зарядку, так не поставил, поставил, потом разрядится, разрядится, я его поставил на зарядку, но забыл, что я вытащил провод из вилки, когда показывал вам вилку, просто воткнул провод, такой, наверное, он зарядится, да-да, комп стал быстрее грузить, вчера, ну тот, кто присутствовал на вчерашней трансляции, наверное, что-то помнит из вчерашней трансляции, в общем, оказалось, что вчера было очень странно, я включил винду, она, во-первых, начала устанавливать обновления какие-то, она начала что-то как-то потупливать, работать, я не мог понять, что происходит, а потом еще вечером после трансляции я зашел в ОБС и обнаружил, что отсутствуют мои сцены, мои профили, просто их нету, там какие-то старые профили абсолютно, а новых профилей, которым я пользуюсь каждый день, условно, их почему-то просто нет, они исчезли просто, я не мог понять, что происходит. Сегодня утром я решил зайти в Bevoz, чтобы посмотреть, нет ли там какой-нибудь настройки, типа выставить оптимальные настройки текущего процессора, а не по дефолту, потому что на данный момент вентилятор и кулер, ну кулер, точнее процессора и сам процессор работают с качками, мне не очень нравится этот момент, то есть он нагревается, вентилятор раскручивается, остужает его, нагревается, вентилятор раскручивается, остужает. И в итоге, если смотреть по тестам, то там прям реально вот так вот, вот такой елочкой идет, то есть он тут поднимается, то есть до критических моментов он не доходит, но сама вот эта работа с качками, ну, мне как-то не очень комфортно от этого, потому что предыдущей системы у меня такого не было, она вот стабильно работала, то есть неужели вентилятор не может как-то выставить на какую-то стабильную историю, чтобы не такими вот прыжками, но каким-нибудь более, амплитуду, короче, уменьшить, вот. Я думал, что может там есть какая-нибудь, знаете, типа, выставить настройки на перформанс, там какой-нибудь на эконом, ну, на эко, на что-то такое, какую-то, короче, настройку найти, нихрена не нашел, точнее, там куча настроек, но фиксированные настройки я не нашел, то есть я мог бы поменять там какие-то циферки в каких-то пунктах, в 3000 столбцов поменять какие-нибудь пунктики, но ничего подобного я не нашел, но зато я обнаружил, что каким-то невероятным образом у меня компьютер загружается с другого диска. Вот. Оказалось, что винда, которую вы вчера видели, на которую я устанавливал обновление, загружалась с старого жесткого диска, не с SSD, на который я устанавливал винду до этого. Вот. Я поменял жесткие диски местами, и все, у меня за 3 секунды загрузилась та самая винда, в которой я обычно со всеми теми же параметрами, все иконки висят там, где должны были висеть, то есть вот, ну, типа, все как обычно. Просто оказалось, что у меня на одном из дисков сохранилось бут, ну, на всякий случай, видимо, я ее сохранил, на случай, если у меня что-то полетит или сломается, я сохранил полностью весь бут-сектор и, в общем, все на жестком диске. Вот. И система изначально взяла именно тот жесткий диск, я этот момент не проверил, поэтому у меня просто загружалась вторая винда, скрытая в зайчатках разума моего компьютера вторая винда. Вот. В итоге я все перевел, все включил, и все работает, все идеально. Я даже вчера еще умудрился на этой винде в колду поиграть, вот, и все работало, при этом все работало. Ну, кстати, как бы вот это скачки, скачки температуры, точнее, скачки вентилятора, кулера все равно остались и на новой винде, но, в общем, в общем, все, все пришло в норму. Так что я сегодня спокойно все подключил. Все настроился работой. Работа скачками, да. Из облака Microsoft загружилась винда. Было бы неплохо, кстати, если бы винда стала бы какой-то облачной, например. Вообще, я уже говорил, что, мне кажется, что для ПК игроков давно пора сделать винде, давно пора сделать Microsoft, давно пора сделать игровое ответвление, то есть операционную систему, как на консолях, которые минимальные. Я знаю, что гейт пытался с линуксом что-то такое замутить со своим стимом и прочее, но ничего особо не получилось. Сделать просто интерфейс, то есть даже можно на уровне бута это сделать. То есть у вас, вы устанавливаете, вы устанавливаете стандартную винду, самую обыкновенную, но если вы геймер, то вы можете в биосе выбрать бутация типа гейм-ос или обычная ос. То есть если у вас какие-то проблемы, или вам что-то надо настроить, или вы там какие-нибудь модеры, херодеры, то вы можете загрузить самую обыкновенную винду, стандартную. Но если вам не нужно это, то есть вы все настройки провели, и вам не принципиально, чтобы была возможность бутаться прям вот какой-то типа игровая ось, в которой минимализированы все, весь доступ к каким-то ненужным вещам, минимализированы нагрузки, минимализированные загрузка памяти и прочее, встроен даже браузер Edge, например. Все можно сделать, мне кажется, аккуратную ось, в которой вы будете встроены, поддержка, там, стима и прочее, прочее. Было бы очень удобно, мне кажется, но, к сожалению, ничего такого на пока нет. Тесты провел опять в 3DMark, там, наверное, еще 2К прибавилось, да не, я думаю, тесты примерно так же, он же тестирует видеокарты процессы. Биус надо просто скорости вентилятора на процессоре вручную выставлять на 40% до температуры 65 градусов, а дальше уже плавно до 100 на 80 градусов. Но у меня пока так не нагружался, пока так не нагружался, пока не больше 60%. Даже при игре в Call of Duty он так не нагружался. Xbox делать на ПК? Ну, нет, Xbox, суть консолей в их унифицированности железа, да, то есть игры под консоль делаются под определенную железку, там, фиксированные. Это упрощает процесс, не надо геморроиться. Я говорю лишь об интерфейсе, то есть лишь о визуале, лишь об UX или UI, я не знаю, то есть о том, что видит и как пользуется юзер, вот, об интерфейсе. Можно несколько упростить и улучшить. Плюс, да, в неких оптимизациях процессов, чтобы у тебя лишнего не было, когда ты просто запустил, я просто запустил компик, чтобы поиграть. Мне не нужно, чтобы там какие-то, не знаю, Adobe апдейтеры, Microsoft апдейтеры или какие-то прочие апдейтеры лезли мне в лицо. Мне нужно, чтобы единственные апдейтеры, которые работали, это апдейтеры видеокарты, да, новых дров, например, и то лучше, чтобы они вот как раз в спящем режиме умели загружаться. И апдейтеры игр, все, чтобы все системы работали исключительно, ну, как Steam Big Picture, да, только на уровне оси, на уровне оси. То есть Steam Big Picture, это, скорее, оптимизация определенной программы под телевизоры, под экраны, да, под диванный геймплей. Я говорю именно об внутренней теме, но это, естественно, никто этим не будет заморачиваться. Опять же, зачем это Microsoft, если у них есть Xbox, логично. Было бы классно, чтобы на телеке можно было обойтись без клав-мышей и прочих допрок и устройств. Не, ну это как-то, ну, это Big Picture, да, если ты с геймпадом. У тебя все равно должен быть какой-то контроллер. Я говорю не об этом, я говорю именно о том, чтобы сократить максимально все, что не нужно, и оставить все, что нужно. Вот и все. Но опять же, не уничтожая это, не вырезая это полностью, а просто реализовать это через загрузчик. Когда вы вначале просто выбираете, вам загружать игровое, потому что вы будете только играть, или вам загружать полноценную нормальную винду. И вы в итоге не потеряете и преимуществ ПК, да, то есть если вам надо поработать или еще что-то, некий ворк-режим, да, гейм-режим и ворк-режим. И вы при этом можете получить дополнительный прирост мощности. Понятное дело, там не 50%, но какие-то ресурсы, которые обычно уходят на какую-то ерунду в винде, которой вы не пользуетесь, чтобы эти ресурсы уходили, например, на игровые ресурсы, ну что-то такое. Я понимаю, что я, как обычно, фантазирую о невозможном, но... Если вы хеймер, можете запустить JJFF. Все винду с нуля переписать, ничего, это говно никак не оптимизировать. Брось, брось его и беги. Вроде была такая история, несколько лет назад пытались сделать в десятке какой-то игровой режим, только в нем лагало больше, чем в обычном. Ну они, да, они пытались какую-то ерунду сделать, но они как-то странные сделали. Да, стример описал, описал IGFM. Нажми на кнопку WinGem, геймбустер. Выгружает оболочку, стабильность точно привносит. Вот такие вот дела. Ну, в остальном, вроде, все работает, светится. Даже блок питания вроде бы еще не сгорел пока что. Температуры под столом нормальные, терпимые. Два вентилятора выдувают воздух со всей силы. Единственное, мне показалось, что в новой системе видеокарта в обычном состоянии несколько теплее стала. Но оно и понятно, там у нее очень маленький воздушный проход под ней совсем немножко. Хотя на нее направлен вентилятор спереди, то есть на нее дует вентилятор. Но явно просто поменьше места, там прослоечка меньше. Но чем в предыдущем. В предыдущем он стоял просто на стенке, поэтому у него там, конечно, больше было воздух. Но не критично, опять же. Повторюсь, я вчера запустил колду. Стабильнейший 90-100 FPS. 190. 90-100 FPS. Вообще без дерганей. Помните, я жаловался, что там иногда легкие фризы происходят. Вообще ноль. Я поиграл вчера в три катки. В каком-то невероятном наслаждении. Нету микрофризов во время прицеливания, во время движения. Почти вообще никаких микрофризов нет. Ну, процессор на 20% мощнее получился. Так что, логично, что нет. В общем, кайфушки. Но это без стрима. Да, кстати, это без нагрузки с ОБС. Будет интересно, как он будет работать с нагрузкой с ОБС. Это интересно. Пупка запускал? Нет, Пупка не запускал. Мне даже не установлено. Там прикол, что на Рейзене весь пакет ядер сильно не нагружается. А отдельные ядра прыгают по температуре. Они там, по-моему, все почти прыгают. Ну, я не знаю. Она, по-моему, все ядра примерно одинаково работают. Сейчас, во всяком случае, они у меня не настроены. Я еще вчера вечером мне как раз Homo from PTC. Мне говорится, вот, скачай там CPU-калькулятор какой-то. Или как он там называл. Рам-калькулятор. Вот. Я такой, ну, скачаю. Посмотрю. Зашел там какие-то куча пунктов. Куча цифр. Что это за? Что вообще? Как этим пользуют? Как? То есть, мы реально без гайда отдельного. Я такой подумал. Ммм. Но может быть в интернете есть супер простой гайд для таких дурачков, как я, которые только купили AMD, еще не знакомы с ним. Зашел там тоже, типа, так, сяк, сюда, туда. Я, короче, такой, ну, понятно. Ну, ясно. Ну, ясно, понятно. Оставлю все как есть пока что. В общем, ничего, ничего никуда не разогнал. Ничего никуда не оптимизировал. Все работает, как работает. Вот. Стоит зафиксировать скорость кулера на 35-45% примерно до 60. Попробуйте включить режим Silent. Бьюсь его раздел F5. Я заходил во все разделы, ничего там не нашел, чтобы, может, было унифицировать. Вот, так что, не знаю. Нажми кнопку турбоносистемники. У меня только две кнопки. Включить и перезапустить. Калькуляторы я не советовал. Подожди, ты же VRAM какую-то. А, это не ты. Там у нас был еще один. Все, я бы вспомнил. Там еще один был чувак, который все какой-то VRAM калькулятор мне советовал запустить. Ну, там у тебя, ты открываешь его, у тебя просто пустые отсеки, ну, точнее, пустые пункты, которые ты должен вписать. Больше того, я там даже не нашел свою память, даже не нашел. Там, как это два типа Хьюникса, потом еще какие-то. Я вообще, откуда я знаю? Я что, записал, что ли, на листочке, как они работают, как они называются? Нет. Я тебе про Ryzen Master говорил, и там одна кнопка всего. Пресижен буст. Я запускал этот AMD Master, посмотрел на него, такой, ага, и закрыл. Так что, пока не... Ну, плюс, правильный совет, что пока я блок питания новый не купил, потому что сейчас он у меня на четырех пинах висит, а надо восемь пинов. Он как бы работает, но у максимальной нагрузки вдруг что-то оплавится, я не знаю. Вот, что-то я как-то очкую. Вот, поэтому пока что, пока что решил оставить все как есть над блок питания. Вот сегодня сидел, выбирал новый блок питания. Выбрал какой-то за пять тысяч, и говорит, плохой. Хотя в оценке хорошие пишут, нормальные. Хрен разберешь. Я, конечно, понимаю, что чем дороже, тем лучше. В какой-то степени. Ну, блин, я не готов тратить десять тысяч рублей на блок питания. Ну, это же перебор. Что он должен... Я говорю, это он должен мне самокат заряжать за такую цену. И даже Теслу должен заряжать, который у меня нет. Мне кажется, в районе пяти-шести тысяч вполне можно купить нормальный блок питания, который у тебя не сгорит в первый же день. Тем более, у меня уже были опыты с блоками питания. Я покупал за не очень большие суммы. Ну, не за три или не за две-три тысячи рублей, понятное дело. Но в районе пяти-семи тысяч, мне кажется, можно купить блок питания. 750, например, ватт. И он нормально проработает, и ничего у тебя не сгорит. Все, что мне по сути нужно, все, что мне по сути нужно, это питалово на материнскую плату. Все, все остальное у меня в текущем блоке питания вообще все подходит. Такого вот питания на материнской плате не хватает. Больше того, у меня есть второй компьютер, в нем стоит тоже блок питания. У него есть четырех-пиновый разъем. Я такой думал, сейчас я на шамане просто из того корпуса возьму блок питания. По-моему, на 700, что ли. Там же уже есть четыре. А оказалась другая проблема, что там не хватает пинов для... Это видеокарты. Там всего один... Каким-то образом оказывается всего один разъем 6-8-пиновый. Ну, то есть 6 плюс 2. Больше разъемов для видеокарты там нет. Вообще никаких. Но этого мне, к сожалению, маловато. Поэтому он мне тоже не подошел. Не подошел. Разрешите поприветствовать? Разрешаю, Александр Фром. Добро пожаловать. Присижен босс сам не умеет присижиться. Возможно, не знаю. По умолчанию в биосе выключен. Можно либо там врубить, либо в мастер. Почему перебор? Ну, это до хрена. Я не знаю, зачем. Нет, то есть, может быть, если ты совершаешь какую-то супермощную систему с большим энергопотреблением. Может быть, да. Может, в этом есть смысл. Но мне кажется, для моего покупать за 10 тысяч блок питания... Ну, это как покупать блок питания на 1000 ватт, например. Если ты хочешь одну видеокарту поставить и средненький процессор. Типа, зачем? Просто зачем? Или покупать, не знаю, видеокарты в Слай, например. Они еще вообще где-нибудь используются? Где-то нужны, интересно. Хорошо, еще если только сам блок сгорит, а не все внутри, кроме самого блока. Ну, это слишком дешевые блоки. Ну, то есть, это ноунейм. Мне кажется, у любого более-менее нормального, даже среднего сегмента, они же понимают более-менее, что происходит. Поэтому, скорее всего, сгорит только блок. Потому что у большинства современных электрических устройств стоят все разнообразные предохранители. У тебя там максимум, не знаю, какой-нибудь транзистор вздуется, вот и весь твой блок питания. У меня, например, из всех моих блоков питания вот только один был вот именно так вот так. Ситуация, когда ты его включил однажды, а он у тебя не включился, и все. И ничего не сломалось, ничего не сгорело. Мне кажется, это вот... Ну, то есть, это исключительно брак. В 2К20, мне кажется, если у тебя из-за блока питания сгорит там все остальное, это исключительно брак. А в остальном случае, если он у тебя... Если у тебя... Он просто от времени подохнет, то просто, ну, перестанет работать, не более. Чего он там... Или у тебя, не знаю, у тебя какое-то короткое замыкание дома. Ну, то есть, это уж все равно не то. Не знаю, все блоки, которые я сейчас смотрел, начиная от 5000 рублей, в них, как правило, во всех прописано, что там и защита от того, и защита от всего, от демонов, защита от собак, кошек, детей, перегрузов и прочего. Так что... ХЗ. Поэтому, не знаю, ну, может быть, кто-нибудь из вас сталкивался с подобным? У кого-нибудь он прям загорался? Спалил ли вам кому-нибудь блок питания? Не знаю, видеокарту или жесткий диск? Или что-нибудь такое. Мне просто кажется, это прям... Прям такая погрешность меньше одного процента, что есть шанс, что у вас... А если он и есть, то это, скорее всего, исключительно брак, а не неправильной эксплуатации или неправильный выбор корпуса. Нет, я повторюсь, речь о блоках питания не там не за 200 рублей, не ноунеймы какие-то серые, а вполне себе там разнообразные уже там от 5000 рублей. Мне кажется, у них... При скачках напряжения и срабатывания защиты самое бесячее – это сброс биоса, поэтому поставил ИБП. Ну, ИБП – это, кстати, хорошая история, но это если у вас есть какие-то конкретные электрические проблемы. Как правило, если вы живете в квартире в Москве, то у вас нет никаких проблем, в том числе с блоком питания. Ну, разные случаи бывают, то есть вы это можете выяснить, конечно же, сами. Индивидуальные истории, но, как правило, если у вас свет не скачет в квартире, то ИБП или не вырубается довольно часто, то ИБП вам, наверное, и не нужно. На 550 ватт от 3080 вонять стал. Недельку повонял. Оказалось, закоксовался вентилятор. Ну, 550 вообще, мне кажется, маловато для 3080, нет? Там они же, по-моему, сами советуют вам для 3080 650 минимум. ФСП-блоки любят так делать. Сначала включаются через раз, потом вообще не включаются. Блоки питания уже давно не палят ничего, кроме себя. Я просто представил. Акция сожжения. Как же я затрахался здесь работать! Польза такая. Чё это? Она не включается. Живу в районе, где стабильно пару раз в год взрывается электро... Что? Это ты где это? Ты в Сирии, что ли, живёшь? Террористы? Ох уж эти электробудочные террористы. Постоянно взрывают нам электробудку. Какие-то бабки, что ли, которые думают, что в электробудке 5G, они её поджигают? Или, не знаю, какие-нибудь аборигены такие с огненными стрелами. По электрощитку. Акция сожжения блока питания. Да. Так вот, блоки питания уже давно не палят ничего, кроме себя, если это не блок с Али. Ну, я вот говорю, понятно, если не рассматривать совсем дешманские ноунеймы, то, мне кажется, даже бюджетный сегмент блоков питания, типа чифтека того же, мне кажется, они уже о каких-то базовых защитах, уже знают и уже их пихают. В моей смерти, прошу винить электробудку. Бендер из правы, да. Этот нищеброд опять взял райзен. Пошёл он. О нет, только не АМД. Ну, вряд ли, конечно, это нищебродская история в плане взял райзен за 28 тысяч рублей. Вообще-то, не то чтобы очень дёшево, знаете ли. Хотя, для процессора, наверное, вполне нормально. Криворукие аварийщики до сих пор не могут эти будки усмирить. С плетью приходят. Обычно выбирать легко первый фильтр активной ПВЦ. Все блоки, которые я видел за 5000 и выше, имеют активный ПВЦ. Кстати, что это? Я просто вижу, активный ПВЦ. Вот у меня открытый тут я смотрю, вот блок, который форм-фактор, бронз, где-то тут был активный. Защита от напряжения. Есть. Защита от перенагрузки. Есть. Защита от короткого звука. Есть. Есть. А тут я не вижу, чтобы была защита, но просто такой сайт, что не очень много информации пишут. Ну, в общем, почти везде защита ПВЦ есть. Активный ПВЦ есть. Второй фильтр кулер от 12 дюймов. Есть тоже у большинства. Больше того, у многих даже больше. Чаще всего встречаются 140-ые кулеры. Реже 12-ые, но это зависит от модели. Третий сертификат, который нужно. Бронза или голд. Во вкус, последняя мощность. Остальные тычком пальца, но можно сократить до производителя, который на слуху. Пыль еще опять. Нажрался опять пыль ищет. Ну вот, ну вот я говорю по всем этим параметрам. Вот я нашел, например себе блок Чифтек за... Причем и у него отзывы хорошие. Блок Чифтек за 5400 он стоит. Вот у него... А, у него... При этом тут у него написано, что сертификат 80+, нету. Хотя в описании написано, что он 80 gold. 80 плюс gold. Может, это на коробке просто написано? На коробке написано, а по факту не написано. хэдзо непонятно. Непонятно. А, на, на, вот на коробке написано 90%, 90% gold. Ясно? Коробка не врет. Хе-хе-хе-хе. И вроде бы все нормально, даже отстегивающиеся кабели, количество кабелей нормальное, вообще ок, и отзывы ок. но мне вот в дискорде сказали что я слишком дешевый блок беру типа это говно кусок говна при том что но отзывы вроде нормальный длина кабель вообще все подходит прям реально я смотрю на него все подходит типа vc активный все 90 процентов вам не 80 какие-то вонючие тут все 90 вентилятор 140 например миллиметров уж про вентилятор говорили больше никакого описания нет в общем такие дела такие вот дела ну потому что чем хочу бы не купить когда а вот схема управления контроля мощности 100 грамм или открыт электробудки активно очень активный очень активный просто просто очень активный такой активный если нету то он будет не очень активно менее активно не будет активен не хочу работать сегодня иногда следует добавить отсоединяющиеся кабели на такие блоки подороже на вот у этого даже отсоединяющийся кабель есть частично не все то есть у него материнские кабели на материнскую плату не отсоединяемые, но для видеокарты и жестких дисков отсоединяемые, то есть можно сэкономить немножечко места ну как, не место сэкономить, а немножечко меньше больше места высвободить вот я чуть так брал, более-менее все нормально работали, в отличии, например от термалтека ну ты тут вот заходишь на опасную территорию фанатов термалтека еще посмотри, чтобы кабели отцеплялись чтобы хоть немного, ну вот я говорю вот все подходит, вот по всем параметрам этот блок отлично подходит плюс, я повторюсь, у него нормальные отзывы у него там что-то типа 4,5 из 5 оценки и достаточное количество оценок и они в основном позитивные единственное, за что ругают его чаще всего что он может быть несколько шумным но блин, за 5000 он в любом случае будет не самым тихим, я понимаю, что можно взять там за десятку и он там вообще, вы вообще его не услышите ну блин, тут у меня как бы AMD как бы кулеры крутятся как минимум 4 поэтому мне кажется мне без разницы вряд ли он будет их перекрикивать и основное жалоба, что очень жесткие провода что типа очень жесткие провода из блока идут и их сложно там складывать ну это как бы можно оплетку, мне кажется, срезать просто и... это так же как в разговоре про графон на консоли все кричат так, как будто все играют на ПК в 4К 60 фпс на деле 1060 ВП не последнюю роль играет качество компонентов а их производитель но там тоже пальцем в небо можно попасть если линию сборки вдруг решат удешевить материнский кабель это типа отчим у меня термолы работают уже лет по 10 недорогие корсары топовые хвалят ну сионники, само собой но они все от 7000 начинаются если ты хочешь 700 750, что-нибудь такое или 800 там и ценники выше намного то есть на 2000 дороже будет да ну, окей чифтек, да, вроде норм работает в сайлах в несколько компов если внигать, то есть некие производители платформ которые поставляют их для других производителей они их брондируют речь о более-менее низком и middle сегменте можно по обзорам с этим но у меня вот сейчас стоит серый блок который выглядит абсолютно нунейновский но он не нунеймовский он как он там? написано короче, из трех букв какое-то название SCP, что ли короче, я так понимаю, это довольно хорошая компания вот именно поэтому блок еще жив поэтому ФСП, да, ФСП но у него не хватает вот мне не хватает проводка для матери ну точнее хватает, но только половина его а выглядит он выглядит как самый знаете, самый обыкновенный ноунеймовский блок питания который обычно пихают в сборные компы в магазинах такие провода без оплетки такие, они все вот такие странные такие неказистые серый обыкновенный блок вообще там с одной тоненькой наклеечкой но при этом от вроде от брендовой фирмы все нормально именно поэтому берем еще раз ФСП но если ты их берешь отдельно то они уже идут намного дороже намного дороже я смотрел я смотрел их блоки они нормальненько стоят нормальненько стоят ладно давайте переходите к новостям я думаю, что я разберусь в итоге там есть нормальный в целом выбор но тут у меня у меня выбор три это либо вот этот Чифтек за 5500 ну 5400 он будет стоить либо есть еще Кулер Мастер но он уже стоит на на 1000 рублей дороже 6700 стоит либо есть еще Евга за 6900 почти ну блин это прям 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 уже уже прям потолочек я не знаю мне кажется что они примерно в одном сегменте и мне проще взять Чифтек который скажем так не переплачиваешь за некий бренд типа за Кулер Мастер довольно фирмовая все-таки штука с другой стороны это вроде бы Кулер Мастер да то есть короче раньше гигабайты закупил ФСП и брендировали ну а кстати блок питания гигабайт я встречал есть такой семьсот семьсот пятьдесят есть семисот и семьсот пятьдесят но мне сказали что они плохие типа на них ругаются на них ругаются вот блок которого я не стал покупать есть например за четыре почти с половиной тысячи какой-то хайпер я почитал про него отзывы говорит громкий шумный писклявый в общем обиквает глянь да манзалагинцы компоненты неплохие на дороже по рынку чем остальные да я понимаю я понимаю что естественно дороже да нет это ну они понятное дело что если ты хочешь скажем так если ты хочешь уверенности в том что он у тебя там не сломается и не сгорит то да надо надо брать например там либо be quiet либо еще какие-нибудь фискс вот есть например корсар полумодульный корсар например за 8800 8800 почти 8900 почти 9000 блин почти за 9000 у тебя будет корсар но это я смотрю в 750 можно 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 700 еще смотреть я кстати не знаю насколько насколько то есть у меня у меня под 1080 730 вроде нормально нормально работает по заверениям nvidia для 3070 но для 3080 например нужна 650 650 хватит если бы наверное брать можно еще и 700 но если берешь 700 то тут уже точно надо брать какой-то хороший то есть уже более-менее брендовый и с какими-то какой-то нормальной фирмы с какими-то хорошими показателями потому что иначе иначе зачем просто кулер мастер сами вроде не делают но они ручаются ручаются же за свою продукцию это же не та история серии так давайте просто купим какое-нибудь говно налепим на него нашу наш бренд и продадим никто не заметит у всех нет же они же отбирают же явно чтобы чтобы все было хорошо но что что интересно чифтек кстати все равно дешевле оказывается даже если сортировать по 700 например есть биг уайт на 700 он стоит 6 6 700 6 700 на 700 при этом можно взять тот же кулер мастер который на 750 уже тоже за 6 700 но это я все смотрю с блоком с отсоединяющимися проводами если если например не брать отсоединяющимися проводами на биг лайт уже даже 10 пиновые интересно он поддерживает вообще 10 10 пинки для гейминга количество разъемов 6 пин 0 нет количество разъемов 6 плюс 2 количество а ну да понятно ладно 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 прохладно новости все хорошо но надо переходить к новостям коп собрал в итоге я сейчас с него стрим все работает видите все работает хайпер с 2007 работает норм но вот дешевые модели у него видимо так причем не тот хайпер хайпер с игреком да а нет с палочкой нет не с игреком все правильно с палочкой окей ладно есть 80i плюс 3 700x максималки со всем остальным жрет 472 так что 600 за глаза хватит если не соберешься 3080 я планировал 37 ставить ну то есть может быть мне удастся как-то раздобыть 3080 вряд ли я смогу ее купить но может быть мне удастся ее как-то по работе раздобыть не знаю вот но сам лично я собирался как-то 3070 все-таки ставить мне 3080 просто не нужен мне кажется он слишком мощный для 2к системы мне кажется 3070 будет вполне достаточно то есть 3070 он на уровне 2080 ti но только чуть-чуть мощнее еще а 2080 ti вполне хорошая видеокарта я в 2к на ней играл она все тянет вот поэтому поэтому мне кажется что может быть для 3070 можно спокойно взять 700 но можно взять 750 и но чуть подешевле мне кажется он нормально вытянет без проблем не будет никаких проблем мне кажется кроме этих хризантем лучше бред производитель брать а не бренд лейбл бред производитель даже если кто-то лепит просто свою этикетку он чужой товар он же начинает отвечать своим именем за него да я об этом да да а ты шаришь железе ну не так чтобы очень глубоко достаточно поверхностно там какие-то какие-то сложности сложные сложности разгоном если что разгоном вообще не занимаюсь это не мое я занимаюсь новостями на оверклоке совет наверняка совет не выпендривать собрать какой-нибудь фсп на 650 ватт но я смотрел на зарубежных сайтах и там по заверению инвиде 650 блока для 30 по моему даже для 3080 будет достаточно так что вот так так что переходим к новостям переходим к новостям есть у нас тут достаточное количество разнообразных новостей а именно а именно серию ассасин скрит до 20 октября распродают в стим к примеру ассасин скрит юнити можно приобрести всего за 187 рублей а свежие истоки это сок свежий сок истоки истоки и одиссею за 499 и 790 и 749 рублей соответственно если вы вдруг хотели поиграть еще не играли или например освежить памяти или познакомиться с одиссеей чтобы не играть в волгау например то хорошие ценники на эти игры у нового фильма адама маккея игра на понижение получился по-настоящему звездный состав участие в нем примут тимати шланне мэрил стрип мэтью перри кейт бланшет и другие известные актеры главные роли в комедии про двух ученых пытающихся предотвратить конец света сыграют леонардо дикаприо и дженнифер лоуренс в общем просто какой-то я до этого вообще не знал что это за фильм и что там вообще будет но после того как я узнал актеров я как бы уже хочу смотреть этот фильм всеми глазами хочу смотреть фильм вы просто посмотрите вы просто посмотрите на этих людей все эти люди будут сниматься в одном фильме причем он выглядит я так понимаю на netflix 3070 разве не на 4к нацелено или как раз на 2к ну по логике 3070 на 2к 3080 на 4к и 3090 на 8к вот это по логике нвидии но они кстати не объявляли на 3070 вообще никакие они сказали что 3090 это 8к а 3080 это 4к вот про 3070 они просто сказали 3070 3070 но из логики следует что он хорошо подойдет для 2к гейминга смотрел тесты это и 3080 там все используют киловаттники потому что она выключает все бп меньшей мощности своим шоем там была у них проблема с гигагерцами какие-то они вроде ее уже поправили понравилось бетка call of duty я еще в пк что не играл пока она только сегодня стартует я ее даже не скачал я играл только на консоль на концом мне понравилось я буду играть буду обязательно буду играть когда до black ops пк бета для халявщиков на выходных на выходных сейчас я так понимаю сегодня можно уже скачать а завтра послезавтра поиграть вроде вроде в субботу вот нижний левый люкс смит не этот забыл как его звать да и вот они слева направо забавно начинать перечисление актеров с того у кого будет камео а у кого там будет камео вы думаете там у кого-то просто камео будет может быть у них у всех будет камео давайте давайте выясним подробности netflix объявил основной актерский состав фильма не смотри вверх don't look up который снимает оскароносный режиссер адам маккей игра на понижение власть к уже и без того звездной команде присоединились сразу несколько именитых актеров актерский состав не смотри вверх леонардо дикаприо думаю особо представлять не надо дженнифер лоренс голодные игры пассажиры роб морган больница никербокер в поле зрения каратель мэрил стрип тоже понятно все кейт бланшет джона хилл вот как его зовут я вспомнил слева это был джона хилл волк с волл стрит джанго освобожденный а кого джона хилл играл в джанго ну волк с волл стрит да а кого в джанго играл я что-то его вообще не помню химиш потель аэронавты довод это кстати химиш потель это который а где он тогда ааа все я понял да это вот он вот это он по серединке по серединке снизу видимо тимоти шламе он будет играть в дюне играл в интерстеллар и назови меня своим именем ариана гранде певица она она оказывается снималась уже в шучу снежинки и мошенничество не видел ни одного фильма с ней но я знаю что она вроде песенки поет кит кадди почему-то вообще-то он кит куди насколько я помню его по-моему всегда представили как кит куди но может быть я всегда ошибался и он на самом деле кит кадди билл и тед и бруклин 99 он еще по-моему в сериале в третьем сезоне вест ворлда по-моему снимался или это был не он но мне казалось это был он кит ты кадди томир сислей ларга винч начало и бессонная ночь по данным т.ч.р. некоторые звезды включая шеломэ гранда и перри появятся в фильме в роли камео несмотря не смотри вверх расскажет о парочке астрономов которые отправляются в путешествие чтобы предупредить человечество о надвигающемся астероиде способном уничтожить всю планету съемки ну я уверен что мне кажется что ариана гранда будет камео 100% и может быть кит куди съемки картины должны стартовать 19 ноября когда именно выйдет фильм на Netflix пока не уточняется вообще жирненько жирненько мне нравится и это все Netflix все еще Netflix Хилл и Мэрил точно в основном составе мне кажется Хилл в основном составе мне кажется Мэрил в основном составе мне кажется и Леонардо в основном составе мне кажется кто-то другой будет в камео а может быть блин прикиньте Леонардо на самом деле камео они певица ртом до перри тоже камео может быть но мне все равно нравится даже если там будет просто камео мне все равно нравится набор актеров интерфейс ps5 playstation store теперь встроен в систему и летает холодный запуск одной из показанных игр занимает 8 секунд весь интерфейс рендерится в 4k hdr консоль покажет сколько вам осталось до конца главы или поможет с прохождением sony показала интерфейс playstation 5 вчерашняя важная громкая новость потому что sony наконец-таки продемонстрировала то как будет выглядеть интерфейс playstation 5 больше того больше того я так понял из-за твиттера вы можете зайти на канал playstation и там запустить ролик они залили его в 4k вы можете на своем телике например запустить этот ролик чтобы увидеть как у вас будет это кстати очень очень логичная штука демонстрации интерфейса записать 4k ролик и показать его чтобы вы могли примерить к своему телевизору главное меню консоли экран конкретной игры вот главное меню будет выглядеть вот так ну примерно такое же но немножко другое 15 октября sony без предварительного анонса показал интерфейс ps5 его можно увидеть в очередном выпуске стоит of play а также в превью от сми весь интерфейс консоли рендерится в 4k hdr и а вадим иллюстратов кончил на себя от этой новости и создан для 4k телевизоров на ps4 и ps4 pro консоль постоянно переключается в режим из диар что вызвало мерцание экрана тв а новый ю и рассчитан на максимально быстрый доступ к играм и данным из них скорости добавляет и ssd и новый процессор но sony хочет оптимизировать процесс и за счет кэширования данных из сети sony утверждает что оверлей на ps5 несмотря на свою сложность расходует нам не больше ресурсов консоли чем интерфейс ps4 компания пытается при предоставить максимум производительности самим играм интерфейс в течение нескольких лет разрабатывала международная команда из лондона сша и токио вы просто представляю себе так 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 написано как будто знаете да астронавты такие идут вот из из фильма армагеддон какой-нибудь когда они по взлетной полосе таки идут пафосно в слоумо но типа международная команда из лондона сша и токио несколько лет разрабатывала этот интерфейс чтобы показать его вам один из главных элементов интерфейса control center это overlay который дает доступ почти ко всем функциям системы без выхода из игры это хорошо overlay это неплохо многие приложения включая playstation store теперь интегрированы в систему доступ к ним стал мгновенным у игр в системе появились карточки под названием activities их содержимое настраивают сами разработчики но суть в том чтобы быстро закинуть пользователя в какую-то конкретную активность если игра была свернута то переход в геймплей прямо из системы будет мгновенным sony показала возможности activities на примере сэкбой и big adventure прямо во время игры во время вы сможете вы можете посмотреть официальное видео с советами доступные только space space плюс а кого вызывали в или даже узнать сколько осталось до финала конкретной активности время быть высчитывается персонализированным карточку с советом можно закрепить на одной из сторон экрана или же спрятать чтобы снова посмотреть по нажатию одной кнопки чтобы эта технология работала как надо разработчики предоставляют sony много мета данных об игре в control center можно читать новости от разработчиков интересующих вас игр в главном меню консоли будет пункт под названием explore в котором будут собираться новости от разработчиков стримеров и других производителей контента производители контента все я теперь так буду говорить я производитель контента вы знаете я на заводе работаю я произвожу контент производитель контента во время стрима пользователь может скрыть какую-то часть геймплея от зрителей через командный центр чтобы например не показывать сиськи спойлерный момент новая система голосового чата позволяет одновременно стримить свой геймплей друг другу как там голландский геймплей называется можно стримить геймплей друг другу вы можете запустить одну игру и в то же время наблюдать за тем стримерский штурвал ну или голландский геймплей вы можете запустить одну игру и в то же время наблюдать за тем как ваш знакомый проходит другую что 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 происходит тут в том числе в режиме картинка в картинке можно я пущу свою картинку в твою картинку в пати также можно опубликовать скриншот или видео из игры еще картинки вот так вот сломалась подождите вот так вот выглядит контроль центр с карточками контроль центр с карточками активитесь во время игры вот так вот выглядит консоль может посчитать сколько вам осталось завершения завершение конкретного эпизода вот так вот выглядит окошечко около 10 минут осталось новая колда такая чухня в плане мультиплеера такой большой шаг назад по сравнению с мвс спасибо ваше мнение очень важно для нас оставайтесь на линии холодный запуск destruction all-star занимает 8 секунд sony подтвердила что в ролике показан именно он а не свернутая игра запись видео и скриншотов на консоли производится в 4к так что ваш жесткий диск забьется за за короткое время если вы конечно будете записывать видео консоль умеет определять спойлерные скриншоты и видео из игры если разработчики представили необходимую информацию вместе с таким кадром пользователи видят предупреждением скриншоты не обеднул такая примерно такая система была у sony и этого когда вы не могли записывать какие-то важные моменты но тогда у вас было ограничение тут вы видимо сможете но на них появится предупреждение для зрителей посредством скриншоты не обязательно сразу обрабатывать или отправлять и теперь их собирает в стопку который можно вернуться позже через control центр это как в стиме примерно текстовые сообщения и твиты можно диктовать голосом без дополнительного микрофона используется сам геймпад ps5 лилуя революция случилась теперь наконец-то можно говорить и геймпад чтобы что-то чтобы что-то говорить новая playstation такая чухня капец в плане мультиплея в плане не мультиплея новая playstation такая чухня капец в плане интерфейса такой большой шаг назад сравнением с отаре и это я помню к другу приходил он играл stalker на пк а я потапона проходил на псп и мы смотрели иногда у друг у друга чего там не подсматривание подсматривай как а у меня от смотри мне соли потапон потапон а можно я тоже немножко потапоне на твоем потапоне конечно давай а я немножко артефактов к собираю в твое stalker в общем текстовые сообщения твиты можно диктовать голосом это класс игры из дисков для playstation 5 но я так понимаю что типа диктовать можно а говорить в микрофон все еще нельзя или можно использовать микрофон геймпада чтобы в тусовку общаться игры из дисков для playstation 5 и playstation 4 можно запускать не подключая консоль к интернету сеть как и раньше не нужна для активации физического носителя в digital foundry считают что новый интерфейс в руках разработчиков может стать революцией многие элементы игры можно будет вынести прямо в системы в форме карточек тем самым стерев границы между геймплеем и самой осью консоли вот так вот выглядит меню логина в итоге в итоге сливы русские сливы были достоверны очень похоже на то что сливали до этого меню логина выглядел так playstation store теперь встроен в систему он будет вот так вот вкладка explore с новостями от разработчиков и стримерами но на самом деле мне кажется смахивает на какой-то гибрид playstation 3 playstation 4 мне мне напоминает это меню все равно playstation 3 немножко но при этом видно что взята за основу все-таки playstation 4 интерфейс только если в playstation 3 было как-то вертикальная верстка скажем тогда то есть у вас менюшки вертикально крутились то тут они сделали горизонтальную вкладка explore с новостями до видео от sony вот давайте посмотрим как раз видео видео от sony чтобы не на картинке смотреть интерфейса а непосредственно на сам интерфейс первый взгляд не в 4к к сожалению но что поделаешь не вы не с и джедяром ой 11 минут сейчас посмотрим сейчас насмотримся конечно да уже представляю звуки шебуршения потных ручек геймпад в тусовке на такие отчет а чё это так громко мне вот и прошлый раз не нравился сейчас не нравятся вот эти вот золотые пылинки они реально выглядят как пыль типа вот я открываю занавеску у меня вот примерно такая же картина иногда была типа в воздухе пыль такая бромское движение там русские сабы есть возможно это английский ролик поэтому на оригинальном языке а чё вам посмотреть интерфейс пришли он нам ничего нового то не расскажет ничего интересного не расскажет элитная пыль да все ясно ps5 настолько большая что в ней живет стример я просто мне интересно как конки будут двигаться все все описание мы уже с вами я вам уже все описание прочитал теперь можно просто посмотреть вот эти вкладыши официальные новости новый скриншоты салярите сами там и как видимо прохождение 60 процентов внизу какие-то пункты еще конечно изначально сложно но я думаю что когда всем этим будете будем пользоваться то станет понятно сначала смотришь какие-то вкладочки следующий меню открываешь там еще какие-то меню а внутри еще меню это просто но sony с конца не изобрели дашборд которые были уже были за пока в разных ипостасях конечно некоторые дашборды но норм у них даже дашборды не вот прям полноценный playstation дашборд это хорошо что дашборды это бывает достаточно удобно быстро можно обратиться быстро что-то настроить быстро что-то переключить кому-то написать это удобно это как чайничек смешно так он видимо хочет а он открыл уровень и здесь есть видите описание типа find the town find the top так также показывает примерное количество времени сколько ему понадобится прохождение и там он видите по ходу ачивка еще типа complete without дай понимаешь что еще условия ачивки можно вывести то есть это очень не такое будет удобно для ачив хантеров всяких что вы прям можете запинить себе ачивку и к ней идти там там пройти уровень не умерев там что такое или найти все вот говно и вы и вам прямо интерактивно все это будет это круто это круто но тут еще надо не забывать что разработчики должны интегрироваться в это все дело что даже статье сказано что должны предоставлять информацию из игры естественно first party и second party я думаю разработчики будут предоставлять ну всякие там близкие студии основные студии sony какие-то самые самые близкие друзья sony они наверное будут работать плотно с этими интерфейсом будут все продумывать как будут работать остальные неизвестно вот например он выбрал видосик как там что-то где-то взять и может его видите запинить слева или справа тупо заставит интегрироваться но я не думаю что прям заставление интегрироваться скорее мне кажется они сами это сделать потому что они уже в интегрированы в sony вот он посмотрел сделал ачивка пролетела вот войсчат видите быстро такой join иначе не пройдут сертификацию иначе их исключат из клуба sony а это ему приглашение так получилось понимаю пришло ведь такой виден и и он сразу на это предложение смог там ответить присоединиться удобно тоже удобно упрощение и адаптации интерфейсов вот этих они не мешают они интуитивные они с ними можно сразу взаимодействовать не просто вам уведомление но перейдите в ты там в 3000 разных меню ну вот вы можете посмотреть под подглядеть за другом у меня внезапно упали упали зрители чат вы тут у меня просто ноль ноль зрителей все резко ушли вместе все вместе взяли и ушли развернулись и вышли но вот можно присоединиться к destruction all stars прямо вот из меню то есть вы видите что ваш друг начал играть вы просто нажимаете и бац и вы сразу перемещаетесь в игру к вашему другу опять болеет как в среду вчера по-моему twitter вечером болел ну ничего себе это же стим но не стим но ну да в стиме мне кажется такой переход будет намного дольше происходить вас приглашают в игру вы нажимаете у вас там 200 лет игра загружается еще чего отваливается сама игра другая игра там короче тоже остается висеть нагрузка повышается в общем sony все тешит надеждой что у меня есть друзья ну теперь появится теперь с новым интерфейсом sony одарит тебя друзьями будет подкидывать тебе рекомендуемых друзей вот это новые новые черта социальных сетей ну как она не очень новая давно уже существует но черта социальных сетей что они всем постоянно пытаются вам подкинуть друзей типа о кажется вам подходит вот этот друг кажется вам кажется вот этот с этим человеком вы знакомы не хотите добавить его в друзья рекомендованные друзья как представлю сколько событий нужно будет под все писать уже голова круга надеюсь с появлением ssd скриншоты будут быстро как на свече делаться они по 10 секунд думаю да я думаю в целом с ускорением интерфейса будет прям будет бац 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 let's move one spot to the left and check out explore explore we saw a view of this from the control center earlier and another view will also be in the new playstation at for mobile devices explore keeps you in the loop with official stories from playstation and from all the games you're following including trending media from the community we'll be testing and learning about this feature in the u.s. at launch so not everyone will have this on day one but it gives you a good idea of the direction я уже немножко устал от этого видео я посмотрел все что я хотел дальнейшее надо уже непосредственно лично смотреть паша нажмилился где-то что нажмилился что это такое что значит нажмилился слово какое смешное нажмилился в закрытом трубе ладно я устал смотреть видео все а оно уже закончилось ладно минута осталось нажмилился кого стрима это вот бац 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 на оповещение донат а ну жмелевский это жмелевский у него логично что у него такое оповещение интересно какой кусок говна они должны были показать чтобы именно из-за интерфейс и не покупать консоль да не ну в смысле они просто показывают интерфейс я не знаю там должна быть просто одна иконка играть в чем рандомную игру больше никакого интерфейса нет он может быть логучим он может быть старым например если бы sony показали бы интерфейс playstation 4 я уверен что появилось достаточно количество людей которые фу sony что не смогли новый придумать старый плохой понятное дело что будет достаточно количество людей которые такие а чё а шо а чё не понял типа пользуются же сейчас и нормально никому не мешает в общем новый интерфейс миленький ускоренный в нем больше функций он более интуитивно не интуитивно понятно он более насыщен всякими функциями и вроде бы быстрее и визуально интереснее работает а вот будем ждать дальнейших событий вот вот еще пару скриншотов но я вам их уже показывал так что двигаемся дальше авторы borderlands 3 представили второй сезонный пропуск куда войдут два новых дополнения со свежими режимами и древом прокачки первая половина выйдет 10 ноября а вторая весной 21 года вдруг вы любите borderlands и ждете дополнение издание venture beat измерила температуру корпуса xbox series x сравнив space 4 pro xbox one x и rtx 3080 хорошее сравнение методы теста использовался термометр с термо с термопаром термометр был засунут в щель вентиляции консолей глубиной примерно в пол дюйма для теста был запущен на 10 минут уровень в мумбаи из hitman 2 все три консоли до запуска игры были отключены приблизительно на 30 минут температура комнаты была 23 и 6 градусов цельсия xbox series x максимальная температура 50 градусов цельсия средняя температура 47 и 7 градусов минимальная 38 9 xbox one x максимальная температура 54 на 4 градуса выше чем у их боксы lsx средняя температура 52 минимальная 50 ps4 pro максимальная температура 65 градусов по цельсию нихрена он там разогревается средняя температура шестьдесят градуса минимальная температура 60 у ps4 про средь минимальная температура 60 градусов термопар это два провода и измерять ток между двумя проводами которые измеряются за тебя прикольно с термопарой я берусь не силен в таких штуках не силен rtx 38 с процессором amd райзен 9 3 900 xt максимальная температура 44 градусов по цельсию средняя температура 35 градусов минимальная температура 32 градуса и я так понимаю что rtx 3080 уделывает он правда больше по размерам но уделывает ваши эти консоли а там говорят вот жарко жарко вообще без проблем rtx 3080 каких-то 44 градуса в пике вообще просто пока пока 5 побеждает опять побеждаете эти супер разогревающиеся консоль с другой стороны мы не правда не знаем размеров этого пока потому что xbox series x ну типа крошечный но не такой конечно но маленький playstation тоже довольно маленькая а вот rtx 3080 с процессором amd райзен 9 3 900 может быть довольно большим я не знаю в какой бокса него займу он может быть даже на голом стенде что вообще все все переврать но да вверх там раздельно видеокарты cpo во вторых по датчику на процессоре было 72 градуса вот я о том и говорю что неизвестно на каком стенде они это тестирование проводили так что победа конечно но жульническая вот так так у нас уже был про горячую температуру уже был новый трейлер cyberpand 2077 посвященный управляемому транспорту будут мотоциклы и машины эконом-класса бизнес-класса спорт-класса грузовики также будут гонки единственной лицензированной машиной в игре станет porsche 911 смотрим трейлер для тех кто вчера например его пропустил ну и плюс я с удовольствием посмотрел еще раз потому что это же cyberpunk это машины и cyberpunk две мои любимые вещи собрались в одном месте киберпанк уже утомил дайте игру да согласен согласен ну не утомил но дайте игру просто дайте игру уже все просто закиньте мне можно уж просто кататься на тачке ничего не делал замечательно лучшая машина в игре пока что пока что просто самая топовый транспорт который короче то это класс дешевых тачек но при этом они могут быть как они могут быть в разных стилистик то есть у вас может быть вот эта машинка маленькая она может быть как из дорогих материалов с дорогими пока с дорогим покрытием так может быть совсем совсем прямо из куш сшей там без деталей какая-то полуразбитая ржавая здесь будет некой генерации система генерации окружение и интерьер не окружение экстерьера и интерьера то есть . может быть как вообще люксери люксери вся такая также она может быть точно такая же тачка может быть прямо супер разбитая там детальками с отсутствующими даже будут ли копы как будто копы будут но перекраски я думаю не будет система наверно какая-то чтобы избавиться от копам будет но но не перекраска то чего не будет к сожалению от кастомизации то есть вы тачку вы должны искать подходящую себе тачку то есть тачку которую вам например совсем пригляделась вы должны превью искать почему они вообще по воздуху не кайка черта причем летающий то есть но видимо в альтернативной реальности cyberpunk 2007 7 транспорт колесный транспорт вполне ок в отвале не летала да вы плохо знаете плату как летала но еще в игре будет porsche 911 которая принадлежит лично сильверхенду джонни сильверхенду это единственная машина представленная из нашего времени и мира представленная в игре но при этом не единственный вид транспорта потому что вроде бы мото ателье в котором мото ателье в котором сильверхенд непосредственно как вызвать том круто том круто какой там круто и она ривз ривз да вот мото ателье в котором киану ривз является совладельцем кофаундер а также представит я так мотоциклы точнее фирма поэтому непосредственно это ателье будет представлять все фирмы в игре то есть они туда переместили еще и будут мотоциклы в игре от реальной фирмы существующие в нашем том крус да ну а чё том крус киану ривз примерно примерно одно и то же чем не отличается в общем тачки меня все порадовало тачки клёвые выглядит красиво я буду кататься жду игру по прежнему со всей силой microsoft назвала 30 игр из стартовой линейки xbox series которые получат всевозможные next-gen улучшения что же это за игры что же это за список давайте читать ваш забыл как зовут главный извлекатель в игру но для меня это кстати самый минимальный завлекать для меня это исключительно pr компании не более мне наличие киану ривза его выход на презентации xbox и вот это все на меня вообще не работает но актер и актер ну да он прикольный но ну и что типа с тем же успехом можно туда хоть в лицо джигурды вставить или персонально и что это поменяет это никак не поменяет игру вы же не будете за него играть вы но не не будете он не будет в центру центром вселенной это просто это просто знаете как как картонная фигурка в магазине которая стоит такая и заходи сюда атака застывшие ну да на ней может быть кто угодно но это просто фигурка какой кто бы там не был изображен каким бы он человеком не был это просто простая и завлекал очка не более поэтому мне все равно для меня важнее геймплей мир погружение персонажи оружие машина для меня вот все это вся эта вся эта куча всего значит намного больше чем джонни джигурда но кстати джонни джигурда бы просто отлично подходи вы капдов пока богатырь wake wake the fuck up до богатырь киан уже случайно влетела хай потому что это считай первый такой случай активного пиара на звезде но это я близко вы заметили активный пиар нет он вышел один раз это это не активный пиар это маскот это называется маскот то есть он не участвует в игре он не создает игру не участвует то есть он вот туда подарил внешность и ему нравится что происходит ну хотя может быть он как-то там конечно в разработке тоже что-то ну я сомневаюсь мне кажется он своими делами занимаются они своими просто маскот игры как я не знаю как как например вот этот темнокожий чувак маскот рекламы old spice я забыл как его звать но его знаю вот-вот но я сомневаюсь что он сам производит old spice или там бы занимается каким-то он он лицо компании он ты это рекрус-то рекрус да вот для меня это примерно ты рекрус в данном случае вытягивает все рекламу old spice а в безумном хотя даже не мне кажется если мастер рекрус забыл какой-нибудь другой безумный вполне нормально но при этом old spice существует и без него обычное же дело актеры которым каком-нибудь блокбастер сняли потом полгода по всему миру с ним нет смотри актеры в кино это немножко другое они часть фильма без них бы этого не произошло без них вот и просто не увидел бы людей в данном случае игра cyberpunk может существовать спокойно без джонни сильверхен ну то есть без джонни сильверхенда например не может существовать но вместо джонни сильверхеда может быть просто дженерик мужик с бородой и волосами все то есть в очках дженерик рокер тебе не обязательно чтобы он имел внешность реальной там какой-то звезды он это это игры они могут существовать без подобных интеграций с интеграцией прикольней я не говорю что это плохо это неплохо это нормально это продвигает игру просто лично для меня это вот такая картоночка картоночкой которые для меня ничего не значит потому что для меня в игре значит геймплей сюжет персонажи это для меня я буду играть в игру если бы это было было фильм то да мне бы было бы важно актерские там способности например там физические способности опять хочу сказать тома круза но нет потому что на этом строится отчасти фильмы строится на актерской игре на персонажах и на актерской игре поэтому там важно это там важно порой даже важно какой актер в фильме а в игре эти вещи несколько более унифицированы что ли там зависит там игра персонажей до зависит не от персонажа а зависит от того как аниматор из и сценаристы это сделал из сценарий написан годная если аниматор хорошо анимировал персонажа если там постановщик планов хорошо выбрал планы кадр да и хорошо все это намонтировали на то вот тогда получается хорошо и неважно будет там silver hand или просто какой-то но он и ладно продолжим список игр которые получат какие-то примочки на иксбоксе словосочетание smart delivery в приведенном списке прежде всего означает что вы получите версию для xbox series даже если купите развлечения на xbox one ну а приписка xbox game pass говорит о том что новинка с первого дня будет доступна подписчикам этого сервиса и так ассасин скрипт волгала получит smart delivery borderlands 3 тоже bright memory 1.0 а что такое 1.0 1.0 кузин рояль smart delivery dead by daylight xbox game pass smart delivery devil my cry 5 special edition dirt 5 получит smart delivery и лишь это игра от гайджин entertainment ever gate phone тоже от нее же the falconer small smart delivery fortnight for the horizon 4 получит xbox game pass и smart delivery years five xbox game pass smart delivery gears tactics тоже xbox game pass smart delivery grounded тоже самое king от балл smart delivery man eater smart delivery main infold garden тоже nba 2k 21 observer system redux or in the will of the wisp planet coaster self-thiefs tetris effect connected the tourist war thunder warhammer housebane slayer edition watchdogs legion версии 9 фиа world rally championship якутза like a dragon и yes your grace эти игры получит дополнительные улучшения на xbox series на старте вот так вот ну вдруг вам важно у меня праздник фарга снимают новый сезон ты про тот сезон который сейчас идет или или пятый сезон сейчас идет четвертый сезон если шоу привет кораблики на боксе до destiny 2 конечно не обойдет вниманием ps5 xbox series банджо поделилась подробности о миграции на next-gen ну и также есть неприятные новости но это для тех кто хотя может быть для вас все новости адрес не 2 неприятные я не знаю но для тех кто посвящен в игру дидж уходит дидж покидает это довольно знаковый персонаж комьюнити менеджер destiny комьюнити менеджер банджи который вел игру на протяжении всей по моему ее жизнь а по сам состав самого старта 1 дэст они с ней тусит а вот он покидает банджи покидает банджи это последний последний его апдейт об игре так вот destiny 2 конечно не обойдет облака по обратной совместимости лутер шутер можно будет запустить со дня релиза свежих платформ полноценная же next ген версия стартует 8 декабря список улучшений для нового поколения выглядит так с 10 ноября обратная совместимость будут ускоренные загрузки кросс генный мультиплеер владельцы xbox series могут играть с обладателями xbox one а владельцы ps5 с обладателем ps4 больше никак с 8 декабря поддержка 4k на ps5 и xsx на series s боевик будет работать в 1080p поддержка 60 fps регулируемый угол обзора вторая игра которая на консолях получает ну как ладно не вторая игра на короче который я играл а получается на консолях возможность настраивать фову второй шутер первая была call of duty теперь но это не в мире если что я я не знаю почему я прицепился к исчислению шута тебя первый второй ну в общем увеличение фова появится в дэстоне на новых на новом поколении апдейт до next гены издание будет бесплатным как на playstation так и на xbox прочие подробности адрес не 2 для следующего поколения разработчики обнаруживают позже напомним 10 ноября игра получит дополнение за гранью света окей я думал белки над комьюнити менеджер тесты но все уже он больше не играет до 100 он бросил последний последний патреон патреон последний боец спал то есть его место теперь свободно или его место уже займет тут другой бесплатный апдейт бесплатной игры неожиданно как бесплатный не совсем делся-то запал за денежки новые скриншоты cyberpunk 377 с демонстрации управляемой porsche 911 лицензированного транспорта в игре будет еще мотоцикл бренда arch ну вот о том то о чем я и говорил вот тот самый серебряный porsche с надписью самурай каким-то рулем с такой вот жопкой симпатичный симпатичный но я скорее буду ездить на машинах города night city потому что они ну то есть porsche это прикольно но это есть вот тут у нас в городе можно увидеть а вот всякие футуристические тачки с шестью колесами например такого у нас не встретишь пока что надеюсь что каких не какие-нибудь авто кулибины ну создадут какую-нибудь машину из cyberpunk хотя бы постараются было прикольно мне кажется хороший хороший контент для видеоблогера автомобильного в новом выске night city wire по cyberpunk сиди project red показала парк транспорта поговорила о записи звука работе на мотоциклом с киану ривзом о стилях найти и выкатила 3 трейлер закусочная но мы уже все это по-самому и посмотрели все хотя нет мы не все посмотрели на трейлер закусочного он сиджа я даже смотреть его не буду давайте лучше почитаем о транспорте вот парк техники который можно управлять включает в себя множество мотоциклов автомобилей и автомобилей разработчики уверяют что каждое средство передвижения продумано до мелочей транспорт не только выглядит но и управляется по-разному выдуманными машинами до дела не ограничится как примеру джонни сильверхенд в мире будет в мире будущего рассекала вот на такой porsche ну да мы ее уже посмотрели такая porsche прикольно не кстати зеркала тачки можно покупать и угонять ну кто их будет покупать никто не будет покупать все будут угонять машина разделены на классы судя по всему это своеобразный аналог уровня редкости для оружия одно и то же авто имеет несколько вариантов класса различаются внешним видом и управляемостью представительница более роскошного класса и ездит лучше и выглядит более стильно чем ее бюджетная версия найдите и пригородной зоне проходят гонки и вам удастся в них поучаствовать вызов своего железного коня происходит так же как вызов плотвы ведьмаке удобно ну вот пару пару картиночек такой вот акира мотоцикл вот это вот маленькая маленькая смешная табуреточка казалось телефон вот такая вот крутая гоночная и вот такой вот мотоцикл у них и остальные тачки вполне себе узнаваемые прототипы имеют но они более футуристичны более футуристичны ну типа вот это вот непонятное дело что тут вы что-то смахивает но тут тоже вот 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 на эту да посмотри вот это что что этому станк это charger а может быть это астон мартин например у него примерно такой же кузов похожий ну то есть например блок воздухозаборник смахивает на на что-то типа charger вская да и вот этот передок передок тоже смахивает на него сайт немножко сайт немножко заболел жигули челленджер ну вот ну да что то что такое charger challenger ну да точно вроде бы но при этом сам кузов ну очень похож на астон мартин он более низкий то есть челленджер он полку ну покороче короче жопа не такая выпуклая в общем с одной стороны да есть сходство с другой стороны они все равно более футуристические мне это нравится ну в любом случае по сравнению с 911 они сильно отличаются 911 но это просто 911 без каких-либо вообще тут только вот только боковые зеркала немножко другие так ну просто 911 без всяких проводов там например и прочее сиди прожит хотела сделать так чтобы транспорт в cyberpunk 77 звучал реалистично ради этого специалисты по звуку записывали рев более чем 40 машин кену ривз не только исполнил роль вышеупомянутого рокер боя джонни сильверхенда актер ведет еще с актер ведь еще и сооснователь компании arch motorcycle который занимается байками не видео ниже рифс и второй сооснователь гард холлинджер расскажет о реальном мотоцикле чей облик и звук был принесен в игру окей также рассказали о стилях night city это четыре стиля одежды которые преобладают в night city энтропизм простые вещи для неблагополучных слоев населения кич дешевые но вычурные наряды неомилитаризм строгий практичный стиль присущий военным и корпоративным акулам и неокич роскошные наряды знаменитости и богачей но тоже ведь по элитарности разложили в 2077 году всем уже срать на аэродинамику и обтекаемость но видимо нет видимо не особо и кинематографичный трейлер закусочная ну уже хватит уж слишком но слишком много всего слишком много хорош хорош уж ладно давайте ролик простили покажу его посмотрим прикольно мне пожалуйста экзоскелет в мехах и перьях там что-то такое есть кстати что такое есть не о кич я буду либо кич либо не о кич вот это два мои два моих две моих ипостаси надеюсь стиле можно будет смешать я думаю можно вообще непонятно как кастомизация персонажа происходит в плане одежды внешность вы можете настроить но плюс вы же выбираете еще начальный путь сетибой но моды и корпораты у вас наверно начальный набор одежды будет но я думаю что не о кич и кич это как раз пати бои следовательно энтропизм это номады милитаризм неомилитаризм это как раз корпоратов дешево но ярко блин три рта конечно не очень смутил постер девушки с тремя артами зачем это блин это же cyberpunk cyberpunk почему бы и нет чтобы не иметь три рта зачем там женщины полностью в серебре например серебряные зачем тут вот персонажи в трусах нахер эту работу нахер этот город эти бой звучит как колон орка в вахе есть такой клан и опять зрители все пропали да вы все время отходит не я конечно бы и селебой бы стал конечно золотых костюмах ходить с перьями на башке на плечах и везде с перьями везде серебряные вот эти непонятные rtx во все поля все-таки это фракция не стиль одежды это стиль одежды просто фракции чаще всего используют определенные стили что отчасти логично это не фракции фракции нам показывали то есть например те же эти вспомнить фракцию металла лицах да у них нету своего стиля одежды или например патриотов вспомните у них милитаризм в основном такой но у них милитаризм на в стилистике как раз нет нет тропизм этого него тропизма то есть они в бомжатский выглядят то при этом вот такие патриоты то есть банды будут одеваться все равно по-своему просто некоторые банды некоторые банды night city будут использовать некоторые стили одежды в своем своих энтропизм да точно в своих одеждах то есть ну понятное дело что там какие-то вот этим фокси или как они там когда короче женщины женщин уличные женщины например понятно что они скорее всего будут использовать кич или даже не о кич вряд ли они будут использовать хотя я думаю что и это и то имеет место это тоже и так понимаю что вся игра части делится на некие там четыре уровня да то есть оружие есть от начиная от самого обычного до элитного в котором дополнительные модули тачки начинаются там вот это раздробленных разваленных до типа супер дорогих и элитных и я понимаю что все в игре проходит через этот фильтр то есть в том числе и одежда стиль разве что банд несколько больше но они тоже скорее всего подвержены некой подобной классификации что там вот опять же те же патриоты и номады они примерно там на уровне бомжей да там есть какие-то поводу чуваки хакеры и чуваки которые с имплантами то есть они а кто вот они на некое к энтропизму не подойдут и какие что они не подходят и корпоратом они не подходят есть отдельные корпораты они вот одеваются основном корпоративные такие стильные одежды в общем вроде бы показали рассказали но все равно до конца непонятно все еще жду игру со всей силы игроки в красаве kings 3 с помощью модов добавили персонажем все доступные стратегии болезни и травмы всего что бывает с теми кто не носит маски и не делает прививки а что с ними бывает они в смысле добавили визуальные травмы это как фейбл что ли теперь кому ну что ты не загружаешь мне статью загрузить или получилось настоящие ходячие мертвецы создать в красаве der kings 3 персонажа который страдал бы от всех возможных в игре заболеваний решил пользователи реддит под ником ай хейте юзер нэймс для этого ему пришлось воспользоваться внутриигровой консолью игроку удалось добавить своему персонажу датскому королю свенду второму ульфсен у все доступные болезни правитель после этого потерял человеческий облик зато вдохновил редактор журнала пока геймер сделать героев не только со всеми заболеваниями но еще и с ранениями и травмами сейчас вы увидите страшную картину вот так я думал это какой-то прикольная модификация это не просто навесили все все возможные гадости которые есть в игре на одного персонажа ничего интересного оказалось я думал я я ожидал в этой новости несколько больше интересных вещей с помощью модов создал сразу четырех героев императора бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла которым он добавил все болезни и все возможные травмы кроме тех которые требуют наложения бинтов и повязок все эти персонажи как видно по скриншотам получились еще ужаснее чем король созданный пользователем reddit однако редактор пока геймер рассказал что его героев красавер kings 3 страдали недолго из-за обилия заболеваний травм они умерли почти сразу логично а тут ведь тут еще есть фоточки нет тут одна фоточка тут есть фоточка еще ну я вам могу даже поближе показать вот такие вот это особенно что это херня короче понятно я я подумала что-то интересно оказалось оказалось неинтересно ваша меня чпокают в твоем чате это ужасно расслабься получаю удовольствие где ты вообще видишь что тебя там кто-то чпокал я я вижу что ты просто поздоровался и не больше ничего не произошло никто тебе даже не ответил аня тейлор джой дала первое интервью после того как получила роль фури осы в приквеле безумного макса актриса призналась что очень любит дорогу ярости и не станет даже пытаться подражать шарли сторон в том же образе так что сделать героиня так что сделает героиню другой ну молодец чего только неизвестно получится у него хорошие или плохая бишь вежливая чпоками что все вижу вижу чпоками в epic game store стартовала раздача сразу двух развлечений амнезия и машин форпикс и киндом newlands издательство бандай нам к и разработчик supermassive games опубликовали очередной ролик об интерактивном ужастике the dark pictures о little hope роль рассказчика видео досталось куратору и так как он есть же какой-то доктор куратов что роли рассказчика досталось доктору аккуратову курпатову я же заикал так давайте посмотрим ролик the dark pictures the dark ролик приходишь чпокаться но делаешь это без уважения без расслабления и без удовольствия здрасте и добро пожаловать в этот хулин продолжение истории я хранитель истории история любви и злобе алчности и красоте жизни и смерти таких историй как это не похоже на прошлое ставки намного выше чем жизнь или смерть я не видно есть бесчисленное множество направлений по которым можно пойти ваше решение не всем ли толкова потребно определяет ваши суммы сколько еще будет надо сидеть тихо я не буду я не буду читать все субтитры вы что не перемешаны я вернусь тобой откройте секреты и дополнительный контент найдите секреты да еще кое-что напоследок кто предупрежден тот вооружен little hope есть картина которая покажет возможное будущее ищите он говорит используйте церкви бегом что-то злое к нам спешит до доллар по 90 вот что злое к нам спешит и усиление карантинных мер к нам спешат это вот это к нам спешит да окей окей прошлый dark pictures мне не очень понравился он был довольно пасы ну как он он был довольно простеньким даже проще мне кажется чем всякие антил доуны и и прочие подобные игры плюс если вы вычисляли а там довольно просто было вычислить в чем вся причина и вам спойлерят прям самом начале то если вы просто невнимательно смотрите можете ее пропустить а так прям все понятно если вы знаете главный твист то для вас вся игра проходится вообще на яичек у меня перс умер один персонаж это потому что я к то е за фейлил там он он лезет там по куда-то вверх по какой трубе по моему я не помню и там вы должны нажимать кнопки чтобы он хватался за ручки вот я один из куда-то я зафейлил он там соскользнул и упал вот единственная причина время сдох лил сдох персонаж в общем не знаю мне первый так dark pictures не очень зашел может быть они поработали лучшим вторым узнаем когда он выйдет сми подтвердили что интерфейс xbox series x работает в 1080p как и на one x а несколькими часами ранее sony сделала особый акцент на том что ее и создан для 4k а чип отход лучше узнаем из первых тестов игр система забирает часть ресурсов вот так вот в общем у иксбокса в этом плане 1080p ну может что поменяется а может так и останется я мне на самом деле отчасти пофиг мне кажется 1080 же наверно лучше не плевать ну то есть понятное дело что он более пиксельный зато меньше жарет ресурсов хз надо сравнивать но сравнивать так не поймешь я никогда до этого об этом не задумывался фанаты from software настолько устали ждать информацию это замечательная новость великолепная просто настолько устали ждать информацию элда элдон ринг следующей игры студии что решили придумать ее сами вот правильно нахер этих разработчиков что они себе возомнили что они себе думают берем и сами придумываем игру на reddit сейчас тысячи постов с обсуждением механик лора и сюжета игры хотя они не известно ничего кроме названия рассказываем как недостаток информации может спровоцировать поклонников на массовое творчество просто просто нахер их послать все сделать свою игру а потом когда они выкатят первый трейлер и первые подробности обвинить их в том что они сделали не ту игру потому что потому что пользователи на reddit за них уже все сделали они должны были просто взять пример за основу и и графицировать то что там написали джон фавра допустил возможность спин-оффов мандалорса и даже полнометражного фильма по сериалу конкретных планов на это пока нет но авторы открыты к новым идеям хотят постепенно увеличивать размах и масштабы шоу ну посмотрим второй сезон там поймем там поймем ну так то понятно дело что он не нет не отрицая чё ему отрицать нет не будем делать нам не нужны деньги мы нам не нужно развитие франшизы нам не нужно развитие персонажа не будем делать но с другой стороны речь про спин-офф и конечно но про кого то можно было бы спин-офф сделать разве что про эту борцуху сестру ху борцуху есть только про нее или можно проводового злодея главного сделать или про других можно сделать про других мандалорцев например тоже хотя наверное это будет такое же такой же как и а более минуты нового геймплея spider-man miles morales демонстрации стелса и боевой системы учитывая что в этот раз не будет стелс-сегментов за мэри джейн то это уже достаточно чтобы назвать miles morales лучшей игрой про человека паука давайте посмотрим еще еще полтора полторы минутки геймплея про кузнечиху кузнечика про деда который все сказал ну как бы да не а он чего у него жизнь сидит там очень делает я бы скорее посмотрел бы из сериала про или спин-офф и пройти про роботов вот это очень интересно если почитать на вики историю роботов ассасинов из star wars там прям очень классно там очень хорошо прям реальном на на мини-сериальщина сезон сериала выйдет вполне то то может быть и на несколько о том как их произвели о том как они там убили своих создателей о том как они там против против создателей взбунтовали создали друг друга в общем там и там интересно и я как залез почитать это прям прям хорошо в общем у вас теперь будет доступен невидимый костюм вы сможете стать невидимкой такой металл гир спайдер стать невидимкой на время ну или можете просто идти в прямую атаку вы такой электрич электрический и такой невидимый там уже как битвов битвы в воздухе уже полу аниме началось это не костюм это его собственно способность как и электричество разве не костюм как как он так электричеством обладает что электро электро буги ну окей ну в общем вы поняли минута прошла очень быстро минута геймплея пролетела очень быстро game информер показал несколько минут геймплея да это я тоже это мы только что посмотрели точно blizzard перестанет выпускать новый контент для starcraft 2 об этом студия объявила у себя в бы нам нам просто зачем зачем так сложно blizzard просто перестанет выпускать новый контент все это достаточно прям прям ровно прям как надо в общем игру полностью не забрасывают разработчики по прежнему планируют устраивать новые сезоны и вносить правки в баланс но новый контент но крупный новый контент starcraft больше не завезут запуск обновленного playstation store состоится где-то между двадцать первым шестым октября свежая мобильная версия будет доступна с 28 числа просто анонс группа хакера вот это интересно вот это интересно группа хакеров и грегор и грегор и грегор и грегор и грегор опубликовала в сети якобы украденные файлы crytek и юбисофт утверждая что у нее есть даже исходный код watchdogs легиона какая какая ситуация то интересная игру про хакеров украли хакеры неизвестные грозятся слить все в сеть если компания не выйдут на связь и что алло а вы вышли на связь но все хорошо спасибо дайте автограф группа хакеров которая якобы получила доступ к данным компании называет себя игр и егор в доказательство она опубликовала малую часть файлов и несколько пользователей смогли скачать их среди слитых файлов крайтек есть документы с планами по поддержке игр варфейс и арена of fate вторая отмена уже какой-то вторая отменена уже какое-то время одна из расписаний одно из расписаний датируется 2013 года поэтому она уже не актуальна также среди файлов можно найти папку g face так называется облачный сервис crytek над которым прекратили работу в 2007 году что касается юбисофта группа и и грегор якобы заполучила исходный код watchdogs легион выходящий 29 октября доказательства есть только скриншот с различными файлами для предположительно самой игры на ситуацию обратил внимание портал сиди нет и пока история не успела разойтись в сми в том числе и и не прокомментировали юбисофт и и край так однако сиди нет удалось связаться с игре гор название то вас такие позвони мне егор позвони мне и группа отметила что ни одна из компаний пока не связалась с ними она намеренно слить исходный код watchdogs легион и и и и движка в сети если юбисофт не выйдет на связь и грегор пообещала поделиться большим количеством подробностей 16 октября но пока никаких заявлений с ее стороны не было сегодня уже 16 егор опять опять нажрался и творит дичь будет будет конечно интересно давно у нас не было сливов подобных за ласта фаспорт 2 снова отправилась на скидки в ps store стандартное издание можно купить за 3194 рубля а расширенная за 3824 рубля до 20 октября а это нет кстати последняя моя новость для вас переходим к свежачку свежачку переходим к свежачку что у нас свежего что свежего тут появилась обновляю страницу смотрим смотрим что свежего mortal kombat 11 ultimate edition 3 499 mortal kombat 11 ps 5 русские субтитры 3 799 а внутри магазина 4 279 все ясно понятно ясно понятно все ясно понятно разводят на бабки не проходит и месяца чтобы поляки из playway не анонсировали очередной безумный симулятор и подобная стратегия приносит свои финансовые плоды свежем материале разбираемся в этом феномене феномене польских симуляторов а понятно я думал там новый анонс какой-нибудь симулятор симулятора или что-то такое симулятор симулятора просто разбор сегодня же коп для цусима выходит окей 4 декабря в продажу поступит дисковая версия ремастера файл фэнтези 8 фэнтези 8 для playstation 4 20 евро и картриджи с файл фэнтези 7 и файл фэнтези 8 для нинтендо switch 40 евро будут ли в россии пока неизвестно через неделю в elder scrolls the elder scrolls онлайн стартует событие призрак ведьм и разработчики делились его подробностями игроков ждут черепа с добычей за убийство боссов удвоенный опыт коллекционные предметы и возможность придать персонажу облик ходячего метрица в microsoft fly simulator добавили увеличенную в сотни раз модель playstation 5 и разместили на месте штаб-квартиры sony в токио ну началось началось понеслась пользователи в шутку отметили что по размерам она не сильно отличается от настоящей консоли то же самое делали недавно с из боксом ничего и ничего не случилось так но тут прям совсем большая через черт чересчур большая добавили добавили что дальше что следующее добавит вместо купертина добавит большой iphone например давайте погнали погнали чего чего нет-то 40 евро за игру 97 года классно да конечно выдумали любишь нинтендо люби и игры 97 года за 140 евро покупать так что еще футбольные симуляторы популярны не только в великобритании fifa 21 возглавила свежий чат розницы японии до стартовые цифровые продажи fifa 21 великобритании почти на треть выше чем у предыдущей части вот еще что в британской цифры так square enix издаст спидранер под ником профессор палмер прошел первый акт baldur's gate 3 за 6 минут и 49 секунд он не прокачивался использовал только магию увеличившую расстояние прыжка некоторые фанаты рпг не оценили такой забег отметив что игрок пропускал квесты ухюка квест пропускал он просто пропрыгал реально всю игру проскакал с помощью магии прыжков в начале декабря сковоречник square enix выпустит ну ладно на самом деле тут видите тут не дело не в нинтенди а в square enix это она продает вам игру за 20 и 40 бакс вышла empire age of empires 3 different edition вот если вы вдруг ждали ее она вышла цифровые продажи фифа 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 это фифа 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 на налив представила большие и маленькие светящиеся треугольники молодцы так день рождения у макса у макса из стоп гейм на следующей неделе fallout 76 начнут отмечать день когда упали бомбы игроков ждет удвоенный опыт во всех режимах удвоенные очки score за выполнение ежедневных испытаний и не только blizzard завершила активную поддержку д sony сообщила про обновленный издатель darks horse выпустит комикс avatar the next shadow который станет прямым сиквелом оригинального фильма джеймса камерона стартап года отстаю в очереди за iphone 12 sony представила первый пространственный дисплей который отображает объемную картинку без необходимости в 3d очках небольшой голографический монитор стоит 5000 долларов и предназначен для профессиональных 3d моделлеров спасибо sony конечно из last of a sport 2 продается по скидке это у нас уже было сегодня вот такие вот новости друзьям такие вот новости больше на сегодня новостей то нету да еще и диалоги поди не читал но вообще ничего не просто прыгал просто прыгал по локации все на все на всякий ремастер не ремейк кюри софт жадные гады на android их игры по 1000 так они не только на android на пока они тоже иногда продают свои игры довольно дорого скворечники такие да я так понимаю что и они и думаю что если спросов а большого нету может продавать за дорого и не париться но в этой в этом есть логика в этом есть определенная логика все друзья 159 на сегодня все вернется он только в понедельник в 1 59 я с вами на этом прощаюсь стремлите сегодня не буду потому что мне надо писать дайджест я его пишу по 5 до нитзам поэтому буду занят делами работой и списаниной там может еще в компе к поковыряюсь есть чем заняться в общем а вот поэтому отдыхайте хороших вам выходных хорошего дня хороших вам х и хорошего вечера а пишет по пятницам публикует воскресенье ну я заранее пишу да я хотел что в субботу запубликовали но в этот раз у них по ходу была свой дайджест был раньше сделан поэтому мы разместили в воскресенье лучше бы я лучше бы выпустили в субботу я рассчитал что в субботу в любом случае чтобы на выходных это не делать я наделал это сегодня выходных доделаю в субботу это дело что за джайд дайджест новостной запишешь на вилса . комешь скидывал уже уже говорил и скидывал там там все есть подписывайтесь на мой твиттер в конце концов там все я все там обычно пасщу все там обычно пасщу что что пасщу вот все на этом все всего хорошего увидимся пока люблю целую обнимаю до новых встреч и 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 Продолжение следует...